Открытая студия. Лидеры мнений. У вас ожидается концертный тур. Расскажите, пожалуйста, какая программа и где? Ну, на самом деле, мы большой гастрольный тур трехгодовалый закончили. По России он проходил, по другим странам СНГ и, соответственно, за рубежью. Это было шоу 10-20. И вот у нас остался маленький хвостик. Наш довесочий, как мы говорим, но мы обещали приехать на Дальний Восток. Поэтому буквально через неделю, уже с 20 по 26 октября, пройдут концерты в Владивостоке, в Биробиджане, в Бишкеке, в Уссурийске и в других городах. И мы везем туда промежуточную нашу программу, наполненную, конечно, песнями, которые очень любит наш слушатель. Это все мои хиты «Береги меня» и «Небо» и «На Восток» и другие, конечно, новая песня в голове, которую вы, любимые, с таким удовольствием слушаете. Вот поедем радовать дальневосточников. Ну, а, конечно, коль уж я попала сюда, в вашу студию, хочу с радостью сообщить, что мы уже приступили к подготовке нового юбилейного шоу, которое пройдет через полтора года, стартует в Москве. И это серьезный очень юбилей, потому что мне будет 50. Ой, не верится, не верится. Это классный юбилей, я его жду, не дождусь. И вы представляете, это будет моя 11-я уже программа, 11-е шоу, которое я буду ставить как режиссер-постановщик, и как автор музыки, и мне кажется, что вот что-что, а мы отгуляем по полной. Ну, там что-то грандиозное, наверное, тоже готовится, потому что у вас всегда такие идеи интересные. Вот вы, получается, сами все ставите, а как вам удается так все контролировать? Вот со всех сторон, получается? Ну, мне очень приятно, что вы это отмечаете, потому что, конечно, мы многократные победители, призеры различных даже международных премий в области постановки, новых технологий, используемых в шоу. И все, кто любит такую полусказочную атмосферу, все, конечно, к нам приходят. Мы любим сами сказку, делать былью, вот так скажем. По большому счету ничего сложного нет, когда хорошо узнаешь свою профессию, точно так же, как я работаю над музыкой в студии, веду отбор песен, точно так же мы приглашаем различные команды работать над постановкой нашего шоу. Главное, я знаю, какую историю я хочу рассказать зрителям, о чем им поведать. И поверьте, следующая история, юбилейная, она будет совершенно не похожа на другие, потому что мне кажется, что Анита, наконец, сложилась как личность. И я уже точно знаю, что для себя в жизни я выбираю самое главное. Вот что вы узнаете на шоу. Ну, у вас, получается, все ваше творчество, оно, конечно же, пропущено через себя. И, естественно, поэтому музыка нравится. Я же знаю, что у вас очень много поклонников, и, в частности, в Подмосковье много, да, вот с кем вы встречаетесь, фан-клубы. Ну, у нас фан-клубы по всей стране и за рубежом. Недавно к нам присоединились еще фан-клубы, еще два фан-клуба юных. Но я очень рада, нас насчитывает сейчас около 15 фан-клубов больших по всей стране. В Подмосковье, вот прям именно в Подмосковье фан-клуба нет, идея хорошая. Я думаю, что мы возьмем ее на вооружение. Я скажу, почему. Даже не потому, что я выступаю здесь, потому что я живу здесь. Я живу в Подмосковье, я люблю Подмосковье. У меня здесь прекрасный дом, у меня замечательная семья здесь живет. Мы вообще безвыездно, у нас нету даже квартиры в Москве. У нас только у сына квартира, ну, он взрослый парень, у него своя личная жизнь. А мы с мужем, мои мамочки, то есть свекровь и теща, они все живут с нами. И мы очень счастливы, потому что на самом деле мы чувствуем заботу о себе. Вы знаете, вот мы в Дмитровском районе проживаем, поселок Овсяниково. Я вот говорю даже, все в гости, пожалуйста, приезжайте. Кто сейчас слышит этот радиоэфир, все знают, насколько мы любим гостей, как мы любим принимать гостей. Мы держим огород, мы катаем сами банки, компоты, варенье, разные солености. В общем, да-да-да, то есть вся округа об этом знает. И у меня такой подмосковный фан-клуб, я даже представляю, с кого бы он складывался. Это не только люди, любящие мое творчество, но и люди, любящие катать банки и зажигать на огороде. Потому что это особая каста людей, любящие землю, понимающие, что такое труд на земле. И самое главное, обожающие собирать прекрасный урожай. Как здорово! А вы же в Инстаграме, да, все время выкладываете какие-то интересные видеосюжеты, как раз в частности вот о том, о чем сказали, что урожай собираете, закатываете в банки. И это совершенно однозначно мое любимое хобби. Из всего того, что я делаю, огороды, банки, это моя страсть. И я очень счастлива, что мне пишут подписчики, пожалуйста, делитесь с нами рецептами. Мы уже делаем, как вы, заготовки на зиму. Мы даже в холодильнике складываем продукты, так как вы у себя в холодильнике складываете. Ну, и они имеют в виду заморозку, конечно, потому что я люблю последние технологии в этих областях. У меня разные машинки, вакууматоры. И людям интересно это рассматривать, когда мы готовимся к зиме, как все происходит. Но я люблю подсмотреть, на самом деле, у таких же дачников, огородников их социальные сети, потому что до некоторых вещей я, например, додуматься не могу в силу того, что я работаю. И мне не хватает просто времени углубиться, а тут раз, посмотрю, как грядочки поднимают, чтобы спину себе не ломать лишний раз. Раз, посмотрю, как поливать правильно надо картошечку. Проще и лучше получается. В общем, КПД полезного действия на все 200 работает, когда мы обмениваемся информацией. То есть Подмосковье – это замечательное место для отдыха, получается, восстанавливаете силы. Знаете, некоторые говорят, ну что это за отдых, вы там сидите на огороде, копошитесь. А я вам хочу сказать, что, конечно, не только одним огородом мы живы, потому что, например, в нашем же Дмитровском районе очень много мест для отдыха. Есть конспортивные базы, есть дома отдыха, есть великолепные лыжные курорты, горнолыжные курорты. То есть есть теннисные корты. На самом деле есть все. Есть все, что только пожелает душа. Есть ресторанчики, сауны, бассейны. Ну все. В общем, самое главное просто иметь возможности и желание в свой выходной день захотеть полететь, например, на воздушном шаре. У нас и такое тоже есть, с гордостью говорю я. Да, я знаю. Я тоже летала, кстати, замечательно. А я хотела у вас еще узнать, вы какую-то активную деятельность ведете именно у вас в поселке. Говорите, что подмосковные власти помогают там решить проблемы даже с мусором. Ну, мне очень приятно, что к простым жителям Подмосковья, ну таким, как мы, я, конечно, хохлю, но помимо меня в моем поселке проживает очень много народу. У нас 70 домов, и мы тоже как бы хотели бы внимания, и мы его получаем. Вот это самое главное. То есть у нас, например, позапрошлом году началась большая проблема. Начали свозить на неосвоенные еще участки мусор отовсюду, закапывать его в землю. Это и строительный мусор, это и пластик, который вы знаете, насколько вредит экология. Все это закапывали, и потом дельцы, умельцы такие, так называемые у нас тоже, они есть владельцы вот как раз земли, выкапывали, наоборот, торф, хорошую землю, продавали ее, вот эту гниль всю закапывали, и потом продавали эти участки землелюдям другим, да, кто хотел посетиться, поселиться на природе. И когда мы это все увидели, узнали, мы, конечно, объявили бой. Но наших сил личных не хватало, потому что нас никто не хотел слушать. И тогда я являюсь просто председателем правления нашего поселка. И могу вам сказать, что по праву, потому как мы 20 с лишним лет назад самые первые заехали на эту землю. Еще ничего, и никого тут не было. Своё родное. Было чистое поле, не росло ни одного даже деревца, и после того, как ты видишь, как приезжают люди, начинают заселяться, строить свои дома, у этих людей рождаются дети, приезжают их родители, они начинают скапывать огороды, мои любимые, и так далее. Вот тогда ты начинаешь гордиться, конечно, своей землей. Я очень благодарна губернатору Московской области, благодарна всем, кто работает вместе с ним, потому что мы все вместе смогли решить за два года эту проблему. То есть это была комплексная история, когда вызывали, во-первых, владельцев этой земли сюда, в администрацию для выяснения отношений, когда не послушали все равно они. Тогда были примены другие методы, вплоть до того, что перекрывали дорогу въездную грузовым автомобилем, и водителям пришлось платить большие штрафы за то, что они нарушают зону въезда. Потому что сейчас все у нас хорошо. Сейчас владелец земли сам осознал, что он натворил, что не всегда вопросы денежные и заработка идут на пользу, потому что это его земля, он сам там живет, там живет его семья. И когда он просто побольше узнал от нас о проблемах экологических, которые будут ждать его же наследников, он, конечно, отступил. Но вот все-таки я хочу поблагодарить. Спасибо большое за оказанную поддержку. Ну, вы знаете, мне кажется, и жители Подмосковья, особенно те, кто с вами рядом живут, ваши соседи, они, естественно, вас тоже хотели бы поблагодарить за то, что вы такое активное участие принимаете, просто вашей энергетики хватает на все. И получается, что вы с душой подходите ко всему. Это же тоже очень дорого, и поэтому получаются такие интересные композиции, новые песни, шоу, программы. Ведь это же здорово, потому что артист иногда не знает, где найти ему вдохновение, энергию, а у вас вот этого хоть отбавляй. Поэтому люди ждут новых песен, хотят новых выступлений. А я знаю, что у вас и в Подмосковье, в Красногорске, да, будет концерт. Вы знаете, ну, здесь находится, во-первых, намоленный зал, который тоже когда-то я первый артист, кто выступал в этом новом еще зале, необкатанном, это Крокус Сити Холл. И, конечно, здесь происходит все самое лучшее. Если вы хотите со мной встретиться не далее, как до Нового года, то я вас приглашаю 2 декабря в Крокус Сити Холл. Будет замечательное мероприятие «Золотой хит». Мы будем отмечать 15 лет одному из музыкальных телевизионных каналов. И, конечно, я там буду выступать и петь. Я всех жду и всех люблю. С удовольствием придем. И всех тоже наших слушателей Подмосковья и даже дальше приглашаем на ваш концерт. Я думаю, что все с удовольствием придут послушать. Анита, а я хотела еще у вас спросить, вот как вы пришли в музыку? Вот когда началось ваше знакомство? Я знаю, что вас мама привела в музыкальную школу. И вы занимались сначала на музыкальных инструментах, на скрипке, да, вы играли? Я музыку люблю с самого раннего детства, конечно, благодаря маме. Мама у меня прекрасно играла на фортепиано. Несмотря на то, что она была химик по профессии, она любила фортепиано. И она меня с детства водила. Я вот как помню, как встала на ножки, вот стоять научилась и ходить. Это были замечательные концерты в концертном зале Чайковского, да, вот эти детские программы, куда заранее покупали все абонементы. Это были музеи, это были театры. То есть мамочке огромное спасибо. Кстати, мама тоже живет вместе со мной здесь, в Подмосковье. И по большому счету, конечно, мой вкус, любовь к классической музыке сформировала мама. Но также она привела мне любовь к очень хорошей эстрадной музыке. В нашем доме всегда было много пластинок. И это и Дит Пиаф, это и группа «Земляне». Как ни странно, «Земля в иллюминаторе» была моя любимая песня. Вот представляете? Кажется, все любят эту песню. Да, да, да. Другие группы, «Поли Мария», как его звали, кудрявенький такой француз, то у нас, «Джо Дассен». «Джо Дассен», да, совершенно верно. То есть, ну, что я маме могу сказать? Все вот эти музыкальные детские пластинки, «Голубой щенок» Энтина, да, там, и так далее. Это все, конечно, моя любимая мамочка. И первый инструмент она мне дала в руки. Первым инструментом было все-таки фортепиано, так как оно стояло у нас дома. Далее появилась гитара, скрипка, флейта. И, ну, скажем так, мама меня довела до 27 лет. До 27 лет. Именно в музыке. Практически под ручку. Но когда она поняла, что я уже иду, все, я созрела, я уже закончила, получила образование музыкальное. Я готова идти сама дальше и выбрать себе профессию в своей стезе. Как раз в 27 лет я определилась точно, что я артист, что я музыкант. Вот тогда она успокоилась. И можно даже сказать, что она сейчас не интересуется практически тем, что я делаю. Она не относится к фанатичным мамочкам, которые будут сидеть у телевизора и смотреть, как их дочка. Нет, она говорит, я знаю, что у тебя все в порядке, ведь ты работаешь в поте лица и с большой любовью к тому, что делаешь. Все, она спокойна. Ну, это самое главное, чтобы, конечно, мама была счастлива, за вас спокойна. Ну, вы своим делом это доказываете. А вот если вспомнить первый ваш вот этот дебютный диск «Полет», за который вы получили престижную премию «Овация». «Овация». Ведь тогда же прям сложно было как-то вот именно начать, да. Вот как раз вы задумали, хотите стать артисткой, певицей. Но я так поняла, что не было на это средств для того, чтобы… Ну, потому что диск выпустить – это же тоже нужна большая сумма для этого. То есть талант, если есть, а чтобы его как-то продвинуть… Вот я так знаю, что там была история какая-то, чтобы найти именно деньги, да, для того, чтобы этот диск выпустить. Есть разные пути реализации своей мечты. Кто-то находит продюсеров, которые готовы вкладывать, да, в первоначальный этап творчества молодого артиста. Кто-то, например, там готов, я не знаю. Не знаю, но у меня вот так сложилось, что я пошла зарабатывать. Потому что у меня в семье никто не хотел, чтобы я пела. Вернее, петь, пожалуйста, но из дома уезжать никуда не нужно. Быть артистом, в которого влюблены миллионы, тоже не надо. К тому времени я просто очень много написала песен. Они были на кассетах. Кто не знает, из молодежи рассказываю. Был такой формат. Кассета, даже не CD-диск. И дома, просто в обычной обстановке домашней, с гитарой в руках, с фортепианом, подмышкой, я просто писала и записывала песни. У меня был большой багаж написанного материала. Порядка ста песен. Уже тогда это для молодого исполнителя был достаточно серьезный багаж. И именно с этим багажом я пришла на студию «Союз». И, конечно, когда они послушали песни и поговорили со мной, они поняли, что простого ничего со мной ждать невозможно. Потому что я упрямая очень. То есть вот сказала, вот эти песни буду петь, а эти не буду. Все, значит, так и будет. Они поняли, что со мной кашу не сварить. Поэтому, конечно, они предложили прежде всего попробовать участвовать самостоятельно. Они говорят, давай половину, вот ты половину мы. Я говорю, ну давайте. И к тому времени я работала. А так как песни уже лежали в загашнике, я знала, что мне нужно накопить на альбом. И я уже работала до того, как я пришла в студию «Союз». Но, знаете, как кажется, когда появляются какие-то деньги, каких раньше в руках не держал, что это вообще, что ты такой крутой, такой богатый, и все у тебя, у тебя все есть для того, чтобы ты стал счастливым человеком. И вот я вытащила свои денежки, кровно накопленные и заработанные, оказалось, его на две песни хватило. И мы перерассмотрели договор с «Союзом», и в итоге они все профинансировали, потому что невозможно было. Просто невозможно было. Не хватило денег. То есть вас поддержали, это же так важно для молодого артиста. А вот что вы могли посоветовать именно молодым артистам, начинающим, ну вот чьи песни, допустим, пока еще не берут студии, найти продюсера? Или как-то все-таки через, может быть, социальные сети? Вы знаете, очень многие артисты молодые, они начинают как-то к себе примерять отношения людей, которые говорят им «нет». Например, они приходят в одно место, им говорят «нет», в другое «нет», в третье «нет». Вот, дорогие мои друзья, я вам хочу сказать, вообще неважно, неважно, кто вам что сказал, почему люди не согласились, не думайте, что вы настолько плохи. Просто перебирайте, вот просто перебирайте десятками людей, а может быть и сотнями, пока вы не услышите заветное «да». Потому что это, конечно, рулетка. У кого-то сформированы бюджеты, все распланировано, у кого-то есть уже свои планы на дальнейшую пятилетку, там по своим артистам, поэтому вам говорят «нет». Но также не забывайте, что нужно показываться и заявляться на конкурсах. Но не на всех подряд, а именно в форматных конкурсах, на конкурсах, где ваша музыка будет выигрышнее всего и правильнее всего звучать. Например, если вы пишете бардовскую песню, конечно, это конкурсы, связанные только с бардовской музыкой. Вам не нужно принимать участие в конкурсе на лучшую народную хореографическую композицию. Поймите меня правильно, да, потому что вас там меньше всего ждут, и вы только потеряете времени и силы. Если вы не пишете песни, вы вокалист, например, хороший вокалист, то тогда вам нужен на вокальный конкурс. И в зависимости от того, какой вокал вы исполняете, в каком стиле вы работаете, вы должны также понимать, что просто известность, она вам не нужна. Если вы хотите зарабатывать деньги, то вы должны понимать, что такое коммерческая составляющая музыкальных проектов, да, и быть нацелены не просто на эфемерное творчество, а на работу с коммерческим материалом. Иначе заработки вам не светят. А хотите просто стать известным человеком творческим, интернет вам в помощь. Я думаю, что вы тоже найдете своих, ну, как бы, сподвижников и своих болельщиков. Вот. В общем-то, пути разные, пробуйте их, и через интернет тоже. Приходите, осваивайте новые ресурсы, различные социальные сети, платформы. Сейчас можно все, вы можете даже сами выкладывать свою музыку на витрины магазинов музыкальных и полностью контролировать свои продажи. Но для этого вам нужно изучить сначала зону интернета и как это все там работает. Не забывайте на всякий случай свои авторские сразу регистрировать в юридических службах грамотных, потому что не ровен час, ваша песня может стать хитом. И тогда она будет собирать для вас очень неплохие дивиденды. В общем, пробуйте себя во всем. Не стесняйтесь. Говорите на весь мир громко. Я есть. И вас услышат. Ну, мне кажется, вы на личном предмете это показываете, то, что вы постоянно разные, ищете какие-то новые форматы. Даже вот взять вот этот клип неисправимый, который вы сняли, и идея, я насколько знаю, пришла вам во сне. То есть вы ее взяли и воплотили так же удачно в интернете, я так понимаю. Если честно, но не совсем во сне. Так. Просто получилась какая история. Иногда бывает, что ты готовишься к клипу, и у тебя обязательно в сценарии какие-то нестыковки происходят. То одно не нравится, то второе не нравится. Мы три месяца не могли определиться с финальным все-таки сценарием. И совершенно случайно ко мне в офис пришел астропсихолог, моя давняя подруга. Не то, чтобы я прям полностью исполняю все, что она говорит мне по звездам, но она любит к нам забежать на студию и всем прокомментировать, у кого чего там происходит. И вот она пришла ко мне и говорит, скажи, пожалуйста, что у меня с клипом? И она говорит, ну реально, не будет у тебя клипа? Я говорю, почему? Ну так звезды как бы стоят сейчас. Ничего себе. Песню как бы ты выпустила, а клип может не получиться, потому что ты не знаешь, что делать со своим сценарием. То есть она как бы была права. А мне нельзя говорить слово нельзя. Я ей сказала, ах так? Тогда мы начнем клип именно с этого, с того, что ты пришла и сказала мне, что у меня не будет клипа. И вот Лолита Милярская, которая играет у меня в клипе, как раз гадалку так называемую, вот астропсихолог мой стал прототипом непосредственно вот этой вот гадалки. Но и герои все внутри оказались реальны. Я решила снимать хорошо, не получается клип выдуманный, с придуманной историей, тогда это будет история настоящей жизни. Например, как появилась блогер Катя Хаджаева. Я проводила у себя в социальной сети в Инстаграме конкурс. И победителя конкурса должны были определить, сами подписчики мои, мы в сторис проводили игру, да, нет, проголосуй. Поэтому любой мог оказаться на ее месте. А победителя ждал большой приз. У меня вообще победители либо поют со мной дуэтом, мы записываем, я лично продюсирую треки, которые мы с ними записываем. И они звучат потом на радиостанциях. Либо же снимаю в клипах победителей. То есть, ну, такую творческую молодежь подращиваем. Шикарные призы, мне кажется. И я сказала, да, окей, Катя будет сниматься со мной в клипе. Но когда я увидела, кого выбрали, то есть, да, она блогер, у нее большое количество подписчиков. Но она заработала их благодаря тому, что вещала не она лично, а маска на ее лице совершенно из другой проги, да, из другой программы. И вот там страшная такая губастая маска. И я думаю, боже, как же мы это будем снимать в нашем клипе. Но вот та история, которая получилась, она реальная. Она реальная, она настоящая. Я очень благодарна всем, кто выбрал наш клип, стал лучшим же. Мы получили награду за 2019 год Best Blogger Awards за лучшую коллаборацию с блогером. То есть, мне очень приятно, что молодежный мир, блогерский мир принял как свою нашу работу. Ну, отличный веселый клип получился. Сейчас как раз это очень модная тенденция. Спасибо. Поэтому ждем новых клипов тогда от вас. Может быть, еще что-то интересное будет? Есть ли, может быть, задумка какая-то еще? Вот мы буквально месяц назад отпремьерили на радио песню в голове. И сели опять обсуждать сценарий. Я могу честно сказать, что подсела на кино. Мне очень нравится снимать не в бьюти стилистике, вот сейчас клиповый, да, потому что у меня очень много таких работ. Их уже за 20 работ, 11 из них, или даже больше, мы сняли с Аланом Бадоевым, с великим режиссером, который знает, как сделать красиво, как сделать стильно. У него шикарные идеи. Но вот мне сейчас захотелось, знаете, честного, настоящего. А это может передать только кинопленка. Только настоящее кино. У нас и неисправимое снималось, как кино. И вы, наверное, видели «Новое я» с Владимиром Владимировичем Путиным, да? Такой а-ля служебный роман высших эшелонах власти. Красивая история. Да, сейчас мы тоже решили снимать кино, но это уже не хайповая, не стебная история. Это история про нас с вами, про то, как когда-то мы приехали из глубинки и пытались завоевать свою Москву. Потому что мы хотели себя показать, мы хотели накормить наши семьи, мы хотели всем сказать «да» на весь мир, мы такие. И мы сейчас остановились на одном интересном сценарии, суть которого я раскрывать пока не имею права. Мы находимся сейчас в предсъемочном таком периоде. Но мне кажется, что это очень вдохновляющий будет клип. Песня сама мотивирует. И клип тоже. Я хочу, чтобы мы не боялись совершать какие-то шаги, очень важные для нас в жизни, которые могут стать решающими. И ведь я знаю не только людей, которые приехали в Москву. Среди моих друзей и знакомых есть люди, которые уехали навсегда из Москвы. И они построили очень счастливую жизнь вокруг себя. Даже в лесу, даже в снегах, даже в Сибири. Ничего себе. Вы представляете, и они счастливы. Кому что нужно. Да, главное найти свое. Главное не побояться сделать этот первый шаг. Даже если все вокруг говорят, что вы сошли с ума. Анита, расскажите, а вот вы как раз сказали о кино, но у вас же есть опыт в кино. Вы снимались тоже много где. И у вас получается такой вот разносторонний опыт вашей активной энергии просто хватает на все сферы. Конечно, вы мне сейчас прям польстили. Спасибо большое. Много где нельзя сказать так. Дело в том, что первая моя картина, вообще съемки прошли совершенно случайно. Ко мне приехал в гости Юрий Шмильевич Айзеншпиц, царство ему небесное, наш известнейший продюсер, продюсер Дима Билана и продюсер группы кино в прошлом. И он говорит, Анита, пойдем со мной на вечеринку. Я говорю, конечно, пойдемте, Юрий Шмильевич. Это молодой исполнитель еще. Вот я выряжаюсь в яркое платьюшко, а он как-то в черное, белое одет. Ну, странно. И мы приходим на тусовку нашего шоу-бизнеса. Очень странная тусовка. Все в черно-белом, все страшные такие. Прям реально страшные. Даже Жанночка Фриске страшная. Боже мой. Такая как баба ешка. Вот. Какие-то заветренные продукты стоят. Что-то типа столовки какой-то советской. Вообще ничего не понятно. Я села, улыбаюсь, свечусь. И вдруг ко мне подходит человек. Он несет поросенка на подносе. И говорит, Анита, перестаньте ржать. Вы снимаетесь в кино. Я говорю, какое кино? Он говорит, ну как, дневной дозор. То есть вот я попала в кадр вот так вот. И потом там засветилась на одну секунду. И потом уже Тимур Бекмамбетов мне звонил. Говорит, Анит, ну давай приезжай. Мы там всех убили, короче, в этом кадре. Надо тебе тоже выбить мозги. И так я второй раз попала на съемочную площадку. Это была моя первая работа. Ну а, конечно, тем, чем я горжусь, это саундтреками к телесериалам, которые я написала. Например, так песня «Возвращайтесь» стала саундтреком к четырехсерийному телесериалу «Вторые». Это посвящено Великой Отечественной войне и партизанскому движению. И еще одна съемка тоже в четырехсерийном телесериале, который показывали по центральному телевидению. Это «Наши дети». Честно могу сказать, что мне понравилось играть в кино. Мне и сейчас нравится играть в своих киноклипах. Мне понравилось это еще после проекта «Один в один», в котором мы превращались в других героев, в других людей. И могу сказать, что я открыта к хорошим киношным предложениям. Отлично. Для этого, ну, в принципе, есть все. Наш артист умеет все. И музыку писать, и песни петь, и трюки делать. Да, вы же участвовали в шоу цирковом. И цирк со звездами, и ледниковый период. А там я знаю, что у вас была даже какая-то травма. Вы там упали во время исполнения, но вы встали и продолжили свой номер. Вот это вообще, мне кажется, тяжело. Бывает карма у человека? Вот вы верите в карму? Ну, наверное, да. Вот как только я принимала участие в каком-нибудь таком спортивном проекте, для меня это обязательно заканчивалось какой-нибудь травмой. То есть у меня даже, по-моему, уже Погонялова есть такое, знаете, на телевидении. Ну, то есть действительно, и ребра ломала себе на проекте «Цирк со звездами». И ногу себе вывихивало, и с трясением мозга у меня было. В общем, чем только не радовало своих зрителей, но главное, выходило победителем. Ну, это самое главное, чтобы дальше никаких там тоже последствий не было. Надеюсь, что все теперь будет хорошо. А я хотела узнать, вот у нас не так много времени осталось, но я знаю, что вы еще написали гимн карате. Вот я так смотрю, вы очень увлекаетесь всеми спортивными вот этими мероприятиями. Тогда, в прошлом году, на Чемпионат мира по футболу был снят клип вместе с Никитой Пресняковой. Вот сейчас гимн карате. Вот об этой сфере своей деятельности расскажите. Я фанат спорта, я фанат олимпийского движения. Просто так сложилось в моей жизни, что начиная с Олимпиады 80, еще я тогда совсем маленькая была, но я постоянно попадала вот именно в зону Олимпиады. Более активно уже, конечно, это Олимпиада в Пекине 2015 года. И вот все дальше, вот честно вам скажу, обожаю все, что связано со спортом, потому что это максимально честно. То есть вот ты пришел первым, это твой результат, ты показал этот результат, и все, и ты, значит, номер один. То есть, безусловно, в спорте в большом есть свои какие-то там еще дела внутренние, но для меня спорт это максимально все-таки честная история. У нас в искусстве, к сожалению, и в шоу-бизнесе очень все понятия эфемерные, что являются хорошей песней, что не очень хорошей и так далее. И поэтому, вот что касается карате, мы сейчас стали свидетелями невероятного события впервые, впервые в жизни всей федерации международной карате, премьер-лига, то есть это бойцы самого лучшего уровня высокого, имеющие лицензию топ-50, из 85 стран мира приехали в Москву для того, чтобы доказать, что лучшие готовы ехать на Олимпийские игры. Ведь карате стал впервые олимпийским видом спорта, и в 2020 году, в июле месяце в Токио он будет представлен наконец-таки на татами. И, конечно, все поклонники карате, а у меня супруг, седьмой дан, черный пояс, давно занимается этим видом спорта, и я знаю, что это такое, у нас и друзья каратисты. Конечно, мы не могли не порадоваться. Вот так родилась идея создания гимна. Конечно, никто не претендовал на какую-то песню вселенского масштаба, но диктовало сердце. Диктовало сердце и желание, чтобы наши спортсмены из России выступили достойно. Особенно учитывая, что вид спорта карате не был простым в советское время. Люди за свои убеждения, за любовь к этому спорту сидели даже в тюрьме. Было и такое. И у нас друзья и по семь, и по восемь лет сидели. Вот сейчас это все заслуженные мастера спорта СССР. Это сейчас тренеры, которые тренируют олимпийские сборные наши. И, конечно, песня возымела свой успех. Она была представлена на финале премьер-лиги. Она прозвучала на двух языках. Называется она «Карате», так и называется. И я хочу поблагодарить просто вас, братья-каратисты, за то, что вы так искренне восприняли эту песню с большим теплом. И что ко мне каждый день, вот уже прошло несколько дней спустя премьер-лиги, вы каждый день пишете, где скачать, можно ли ее ставить перед соревнованиями. Друзья мои, можно ставьте на здоровье и побеждайте. И тем более, что я вас поздравляю на этой премьер-лиге. Мы получили золото, серебро и три бронзы, что дает нам теперь возможность предстать на европейских соревнованиях и побороться за выход на Олимпиаду. Вы знаете, мне кажется, такая поддержка для спортсменов очень тоже важна. Поэтому, конечно же, им очень будет приятно услышать такой гимн в начале перед соревнованиями. Желаем им победы. Спасибо большое, Анита, вам за такую интересную беседу. Вам желаем тоже новых песен, клипов, новых проектов. Спасибо, что пришли к нам на интервью. Я напоминаю, что у нас в гостях была заслуженная артист России, популярная певица, автор песен, актриса, телеведущая, а также режиссер-постановщик Анита Цой. Анита, спасибо вам большое. Большое всем спасибо. И хочу просто от себя сказать, любите свою землю, любите наше Подмосковье и будьте счастливы. Спасибо. До новых встреч. Открытая студия. Лидеры мнений.